Магия НОП. Слышно, да, теперь? Вот, мы сейчас магию применили. Техническую магию. Техническую магию должно стать нормально. Да кто писал, что слышно плохо? Все нормально теперь? Все должно быть нормально, потому что... Потому что вот. Ура, да. Александр, мы тоже очень счастливы, потому что когда получается всегда радостно, особенно когда получается всякое прикольное. Был плохой звук, оп, сделали хороший звук, прекрасный. Итак, продолжаем. Моделировали психологов, моделировали психотерапевтов, моделировали гибнотерапевтов. То есть, в принципе, все это относится к сфере психологии. Но при этом, во-первых, там время такое было, там, понятно, революция хиппи и все такое, Кастанеда и вот это все. Интересное время. С одной стороны. А с другой стороны, вот как бы тоже, как намек на некоторое развитие ситуации, да, первая книга по НЛП, вспоминаем, как она называлась? Структура магии. То есть, то, что Ричард Бентлер и Джон Биндер описали и нашли, они уже это считали, считали магией. И считали, что они описали что-то такое вот прям чудесное и великолепное. И я так вот, у меня такое есть полнейшее ощущение, что, что они, что они взявшись за вот это самое моделирование, получив вот эти самые первые результаты, до которые они вот так вот так считали тем, что они смогли описать магию, вряд ли они после этого не взялись бы, ну, собственно, за то, что и без них считалась этой самой магией. То есть, всевозможные странные штуки, всевозможные мистические учения, всевозможные идеи о том, что, ну, они же экспериментировали с гипнотом, да, на тему того, что, типа, он может там там анестезию делать, да, раз, и человек ничего не чувствует, раз. И чувствует то чего нет. Да, вот они, там, галлюцинации позитивные, галлюцинации негативные, видишь то, что есть, не видишь, точнее, не видишь то, что есть, видишь то, чего нету, и это по-любому они бы к этому пришли, даже нет сомнений никаких, а уж коль скоро к этому начали приходить, ну тут такой интересный момент про наше восприятие, мы это рассказываем регулярно на тренингах по NLP-практику, когда мы, собственно говоря, некоторые штуки рассказываем про и про целеполагание, про собственное подсознание, про много разных вещей, как устроено наше зрение, ну то, как мы видим, кто помнит курс биологии школьной, да, там палочки-колбочки в глазе, вот эти вот, которые, светочувствительные штуки, колбочки находятся вот в серединке глаза, и колбочки видят цветной, они хорошие, видят цветное, ну как-то там с движением, по-моему, у них не очень хорошо, с восприятием движения, там есть такое поле, этих самых колбочек, если от него там через хрусталик провести лучи, да, которые исходят из наших глаз, или входят в наши глаза, то мы видим, получается, вот, как-то мир видим цветными пятнами, и из глаза пять градусов, такой конус выходит из одного глаза, из двух, другого, и то есть мы видим вот эти вот пятна, светящиеся, не светящиеся, цветные пятна, при том, в центре каждого пятна находится еще то, что называется слепое пятно, там заходят нервные кончания туда, внутри глаза, и там вообще никто ничего не видел. Вокруг этих самых колбочек находятся эти самые палочки, которые прекрасно видят движение, отлично видят, причем светочувствительность у них очень хорошая, но они все видят в том, что называется монохромное, черно-белое, градации серого. Так вот, если нарисовать мир таким образом, каким мы его видим, ну, например, закрыв один глаз, да, как бы мы видели мир из одного глаза? Да, очень просто мы бы его видели. В серединке черное пятно, где нет вообще ничего, мы там просто не видим. Вокруг него кружочек цветное, то, что мы видим, и вокруг него черно-белое всплохи всевозможных движений. Вот так мы воспринимаем мир, ну, физиологически. Ну, любой, абсолютно, да, абсолютно любой из наших уважаемых телезрителей, да, может оспорить наши слова, проведя такую сенсорную проверку, сказать, нет, я же все нормально вижу, вот же все же цветное, все же классное, все же прикольное. Нет, слева от меня стоит лампа, ну, я когда-то же на нее посмотрел, наверное, мозг ее запомнил. Но вот сейчас, когда я смотрю сюда, на вас, в камеру, да, на то, что вот вы пишете, на то, кто присоединяется к нашему телевидению, да, когда я смотрю сюда, эту лампу я не вижу, ну, то есть я не вижу ее вот теми самыми цветными, цветовоспринимающими клопочками. Но, тем не менее, она здесь у меня есть, вполне себе цветная, шкафчик даже цветной есть. Но я его не вижу, его дорисовывает мой мозг, и он очень много чего дорисовывает. Ситуация, когда, например, мы посмотрели в бок, да, зафиксировали картинку, еще смотрим сюда, картинка статичная, не меняется ничего. Если там что-то пошевелится в этой картинке, мозг придумает, что там могло пошевелиться. А если не придумает, то он заставит нас, то есть, ну, наше, там, вот это подсознание, да, заставит нас быстро повернуть голову, чтобы посмотреть, что там такое случилось непредсказуемое. И можете как-то подумать, да, повспоминать. Иногда бывает такое, что просто нестерпимо хочется посмотреть вправо, влево куда-нибудь, потому что что-то такое происходит. То есть, мы видим какое-то движение, которое мозг не может ни к чему отнести, он требует от нас повернуться. Изрядная часть мира, которую мы видим, она, собственно говоря, дорисована нам, нашим мозгом, на основании некоторых идей. А изрядную часть мира мы попросту не видим. Там те самые эффекты восприятия, да, мы про них тоже говорим. Да, но тем не менее мы пребываем в полной уверенности, что мы видим все, слышим все, чувствуем все, и мы живем в неком реальном мире. И чем не магия, да, вот такой интересный эффект полного присутствия в условиях того, что наше восприятие действительно очень точечно, очень локально, все остальное дорисовывает наш мозг. И когда Бендлер, Бендлер начали открывать вот закономерность, по которой мы рисуем себе вот эту окружающую реальность, когда мы выстраиваем для себя вот эти фильтры, и когда они описали, как это происходит, и сделали доступным к управлению этими фильтрами, это действительно среди магии. То, что до этого момента для людей существовало не очень много вариантов изменения восприятия, да, они, имея какую-то проблему, могли пойти к психологу, к психотерапевту, к психоаналитику, да, тогда это было основное управление, и в течение длительного, крайне длительного периода времени запустить смену этих фильтров. Но это годы, и это деньги. Была альтернатива, всегда были люди, которых называли знахарями, ведуньи, целители, ну и так далее, они тоже с этим работали. Другое дело как, да, чем они надели, какими знаниями, какой информацией, что они делали для того, чтобы сместить этих фильтров. Люди тоже получали результат. Иногда они предпочитали пойти к такому человеку, который чуть-чуть быстрее давал им результат, и это казалось чудом, это воспринималось как чудо. Но после описания каких-то технологий, нейлоперами, чудо перестало быть с одной стороны чудом, просто потому, что оно стало понятным. Знание это чудо. С другой стороны, ну, наверное, они подошли с двух разных сторон. Мурат очень правильно написал матрица. Да, конечно, матрица. То есть мы живем в некоторой субъективной реальности, мы уже об этом узнали. Другой вопрос, что нам с ним можно делать. То есть не имея в виду, что вот такой мир есть, такой есть, мы с ним живем, а именно, чтобы мы могли там больше что-то изменять. И здесь есть, наверное, два подхода, и оба этих подхода, собственно, основатели НОП, Бендлер и Гриндлер продемонстрировали. Если наше подсознание так много делает за нас и ради нас, то есть речь сейчас не идет ведь только о том, что оно достраивает нам вот это вот самое смотрение, да, глазками. Речь идет еще о том, что оно фильтрует звуки, потому что, например, известно, что... Сейчас я сейчас рискую немножечко сказать неправильно, да, но если что-то там меня в чате поправят. По кубу я тебе сразу. Да. Женщины просыпаются на детский плащ, даже очень тихий, не просыпаются на некоторые там другие звуки. Мужчины могут не просыпаться там на какие-то другие звуки, зато просыпаться на тихий-тихий шорох. То есть вопрос в том, что является там для нас важным, да, и наше подсознание нам там это делает. Какие-то сигналы, которые незначимо выкидывают, какие-то сигналы, которые значимо усиливают. Усиливают, представляя, ну, превращая их в то, что мы действительно способны увидеть, услышать и, ну, воскринять и обрабатывать. Так вот, поскольку так много это самое подсознание делает для нас, то два подхода. С одной стороны, давайте мы тогда скажем, слушай, а давайте тогда просто вот мы отдадимся на волю этому самому подсознанию. Пусть оно тогда просто все рулит, все заруливает и разруливает. И это подход того самого нового кода MLP. Подход, в рамках которого мы создаем новые нейронные связи в голове, но не просто какие-то нейронные связи, а там межполушарные взаимодействия, там правая-левая, творческая, логическая, ну и прочие такие вещи. Ну, это такие, может быть, отчасти метафоры, может быть, отчасти правда, но, по крайней мере, даже если это чистая метафора, она очень хорошая, очень замечательная метафора. Потому что, ну, где-то у нас там живет подсознание, да, которое управляет всем, а где-то живет наше сознательное, которое там ставит цели, там, что-то еще, там, структуры какие-то формирует. Если они будут работать вместе, если мы, давайте, кого мы главным назовем, да, в этом тандеме, например. Например, как сказать-то, вот это вот, человек, ну, человек, управляемый его человеческим сознательным разумом, на некоторую работу может забить, на некоторые дела может отложить, сказать, слушайте, что-то мне сегодня как-то, вот, ну, неохота, я сегодня не буду, наверное, делать, завтра, я говорю, ну, точно сделаю, мне сегодня, вот сегодня сто пудов, я скажу, ну, нафиг, ну, что делать не буду. Вот, и это нормально, это бывает, почему нет. С другой стороны, вот, чего точно не бывает, так это, чтобы те части нашего, нашего подсознания, да, которые занимаются управлением дыханием, сердцебиением, занимаются управлением национальной сферы нашей, занимаются тем же самым контролем, достраиванием визуальной информации. Вот, чего-то как-то с ними такого, слава богу, не было, да, так что, там, наш мозг нам, там, изнутри подключался, сказал, слышь, чувак, я завтра, наверное, отдохну немножко, ты тут пока как-нибудь сам, да, подыши, массаж себе небрямой сердце поделай, а я, там, а я, там, завтра выну и прям снова заново, да. Так вот, с этой точки зрения, наверное, у сознания гораздо, гораздо больше должно быть от нас к нему доверия, наверное, и вот этот вот новый код НЛП способ создать вот те самые состояния, состояние доверия себе, состояние доверия своему бессознательному, состояние доверия, вот, потока, нахождение вот в чем-то, когда просто вот сознательный разум, ну, ставит задачу, а дальше оно происходит само, потому что оно и так происходит само. Оно очень много происходит у нас само без нашего внимания или с нашим, там, сопутствующим вниманием. То есть, замечательная метафора про вот всадника и лошадь, да, она вот хороша, потому что, когда, например, человек едет вот далеко на лошади, большинство, большую часть работы выполняет, понятное дело, лошадь, нифига не человек. Вот. Она, например, работает, она шагает, она все, она большая, все классно. Человек направляет ее, но он не управляет конкретно, куда она ставит ногу, она сама разберется, чтобы не переломать себе ноги, да. Она, если что-то там обойдет, то есть, вот там, вот это, это все на ее откуп, и человек, человек лошадью доверяет и спокойно едет, да. А вот, собственно, подсознанию доверять, ну, не всегда, да, потому что бывает, наверное, такое, что вот, нет, не доверяем. Хотя оно, повторюсь, делает очень много, и это один подход. Но, тем не менее, есть версии, да, есть такой подход думать о том, что все, что не делается, все к лучшему. И это все, что не делается, касается не только внешних каких-то явлений, да, там, что-то произошло, извиня, и от нас совершенно никак не зависело. Но, ну, как, мы же принимаем какое-то решение внутреннее, осознанное, неосознанное оказаться в такой ситуации, да. Или мы идем к своим целям, и по каким-то причинам мы их не достигаем, а через какое-то время вдруг выясняется, там, становится ясно, что, и слава Богу, что мы не достигли, да, мы, может быть, получаем что-то большее, что-то лучшее, или, может быть, мы понимаем, что избежали каких-то больших, серьезных неприятностей только потому, что не достигли этой цели. И это действительно управление происходит изнутри, происходит бессознательно, где-то мы что-то просаботируем, где-то что-то мы не увидели, не услышали, не обратили внимания, сработали какие-то фильтры, и только по факту мы можем оценить ситуацию и, там, сказать, что на самом деле все прекрасно. И, наверное, это подход психолога Гриндера, ну, тут мы, наверное, его психологом назовем с полным правом, да. А вот, с другой стороны, к этой же самой магии НУПИ подошел бывший программист Бенди, ну, хотя, не знаю, бывают и бывшие программисты по себе, скажу, наверное, нет. Програмист Бенди зашел с другой стороны. Если наше подсознание может управлять, ну, как бы, всем вот этим вот, ну, то есть, всем вот этим вот, да, это имейте в виду, что у нас организм вырабатывает для собственных потребностей какое-то количество алкоголя, у нас организм вырабатывает никотин, ну, еще там много-много всяких разных замечательных веществ. Он их и так вырабатывает, собственно, они на нас и действуют, на людей, да, потому что они у нас и так включены в биохимию. Так вот, если он их все равно вырабатывает, если он все равно управляет, там, нашими эмоциями, состояниями, и всем остальным, то как бы так сделать, чтобы он, например, управлял этим, ну, по-нашему, по-нашей команде. То есть, как-то договариваться, да, чтобы мы сказали, слушай, а можно сейчас вот это, ну, а вот это пьяненький будет, или, например, нет, или, например, быстро продезверил. То есть, это же все организм может, то есть, организм управляет нашим, называется, когда там все переваривается, кровь двигается. Не забыл, это слово, слушай, ладно, я вспомнил, скажу. Обмен веществ, да, скорость обмена веществ. О, хорошая, вспомнили. Совместный мир, спасибо. Вот, организм управляет этим? Да, управляет Василий. Василий, да, запись будет, будет выложена на нашем телеканале. Управляет организм этим? Да, может он ускорить обмен веществ? Ну, наверное, может. Можно на него замедлить? Ну, наверное, может. Ну, почему «наверное»? Давайте вспомним примеры людей, которые намеренно занимались тем, что тренировали свою способность сознательным усилием остановить сердце, а потом снова его започтить. Да? Это же реальные факты. Другое дело, что, вторгаясь в эту область бессознательного, люди это делали в течение многих лет, потому что настолько сильные защиты стоят вот в район доступа вот этим всем процессам, и слава Богу, вот, потому что мы бы доэкспериментировались в большинстве своём. Тем не менее, да, Андрей совершенно прав, может этот организм что-то делать. Вопрос, каким образом наладить с ним вот тот самый контакт, то самое доверие, чтобы организм, следовав вашим пожеланиям, усилить метаболизм и сохранять стоимость. Это же прикольная тема, прикольно. Можно же так сделать. Ну вот, понятно, как это сделать технически, да, там, какая технология основная уже. Дальше вопрос практики и гармонии контакта с собой. Да, блин? Да. И вот программисты Ричард Бендлер, почему я акцентирую внимание на программист? Ну, во-первых, вот в рангарде ИЧИ, вот, собственно, того, что разработал Ричард Бендлер, оно очень технологичное, оно очень программистно устроено. То есть там внутренние приборы, там в голове у человека организованы и компасы, и часы, и там что-то еще. Но самое главное прикольюха, наверное, программистическое как раз вот в этом, в классическом тренинге Ричарда Бендлера на тему этих технологий, ну, в том, как до сих пор ведутся вот эти самые классические его тренинги, и там есть такой вход, собственно, вход в управление внутренним миром, белая точка разворачивается в линию, линия разворачивается в прямой угольник. Ну, и дальше на нем уже начинаются все вот эти вот действия, производиться приборы, управление биохимией и всем остальным. Ричарда Бендлера программистом был до начала 70-х, когда он оттуда спрограммировал и перешел в психологию. Так вот, это так включался монитор компьютеров в те годы, в те далекие-далекие годы. То есть это не то, что как сейчас плоткие мониторы, это так включалась развертка ламповых телевизоров, развертка ламповых мониторов, собственно, оттуда это и пришло, ну, что достаточно прикольным является. Так вот, собственно, подход МЛП, ну, подход Бендлера к вот этим вот странным штукам, он, ну, с другой стороны, да, он со стороны технологии, со стороны управления, со стороны доступа, наверное, к тому, к чему обычно у нас доступа нет. И вот здесь вот тоже такой второй интересный момент. У нас очень много информации отсеивается. То есть мы видим то, что называется сверхслабые сигналы. Глаз видит, глаз воспринимает чего-то такое, маленькую точку, но мозг это не пропускает, потому что, ну, зачем? Вот зачем этот хаос, да? Как бы, все же нормально у нас. Видим, да, там, ну, с каким-то уровнем огрубили, воспринимаем информацию, и хорошо, и ладно, но оно осталось. Потом всевозможные внутренние, ну, вот, там, сердцебиение. Есть приборы, да, которые меряют пульс. Ну, ты вешаешь на руку, там, прибор, он там, меряет, показывает. А, ну, я так спрошу, неужели там внутри нас, да, из нашего подсознания, никто не знает, с какой частотой бьется наше сердце? Прекрасно знают без приборов. Можем, значит, мы получить к этой информации достав? Ну, то есть, давайте так, тут несколько вопросов, да, вопрос номер раз, есть эта информация или нет? Ну, совершенно точно, эта информация есть. Вопрос номер два, можем ли мы получить к ней достав? И вот тут, опять, тут как бы немножечко даже и смыкаются ДЧ, и новый код. Вопрос в том, чтобы было вот то самое, ну, где-то доверие, бессознательное, мало где-то, и где-то и договоренность, например, там, мы не лезем, куда не надо, ну, ты нам, пожалуйста, вот покажи. Пусть, например, у нас там где-то в голове будет картинка циферки нашего сердцебиения. Можно нам это не нужно, вопрос второй. Ну, может же быть, да, может, я с ним и смыслом договоримся. И, собственно, то самое белое поле, да, ну, либо в текущих форматах, каждый раз, когда мы делаем демонстрации всевозможные, ну, и в том числе на тренингах, на ценных вот этих вот технологиях, ДЧ, мы используем уже современные аналогии, современные аналогии для управления, для управления нашим подсознанием, да, ну, и для управления тех самых приборов. Ну, тогда я просто придумываю планшеты, фото и телефоны, потому что сейчас людям является такой уровень. Да, язык образов, язык метафор, это лучший способ общаться со своим бессознательным. Поэтому, как бы мы не пытались говорить какими-то терминами, описывать технические характеристики, напомнить мозгу о том, что, ну, ты же знаешь, как выглядит планшет, давай его использовать. Да, это сразу становится понятно, сразу возникает образ, готовый для работы, зачем усложнять их? Потому что именно бессознательно эти образы для общения с самим собой предлагает. Хороший вопрос в чате задал Василий по поводу того, что нету доверия бессознательному. Можно ли наладить? Вот, это прекрасный вопрос, потому что и с точки зрения нового кода, и с точки зрения DHE на этот вопрос они отвечают, но немножечко по-разному. Если новый код с помощью специальных упражнений формирует дополнительные связи с этим самым бессознательным и в том числе развивает и включает состояния, в которых снижены вот те самые внутренний диалог, в которых снижены возможно те самые тревожные стратегии, позволяет человеку подольше находиться, развить и заявить от этого состояния потока, состояния реально доверия к себе. То есть да, развивает. Это с точки зрения нового кода. с точки зрения ДИЧИ настраивается такой компьютерный интерфейс. То есть мы в голове достаем планшет, на этом планшете есть приборы и прочие приложения, нынешним языком, если говорить, приложения, которые позволяют нам как управлять чем-то внутри себя, так и получать информацию откуда-то изнутри себя, но эти все приборы представляют из себя четкую договоренность с подсознанием. То есть грубо говоря, да, ой, залазим туда себе в голову и говорим, слушай, подсознание, как бы вот там, не знаю, там есть у нас дружба, нет дружбы, но на уровне просто договоренности. Давай ты просто здесь будешь показывать эту цифру. Все. Нигде это там, не вмешиваясь в реальность, то есть договоренность, вот у нас есть четкий сигнал, они поступают отсюда в таком формате, за их поступление отвечает бессознательно, мы не лезем, там за использованием отвечаем мы, то есть такое ограничение полномочий, договоренность тоже позволяет усилить вот это самое доверие себе. И важные моменты, о которых есть смысл упомянуть сейчас, то, что если вы начинаете вот такое доверие продавать, оно важно с некоторой точки зрения абсолютным. Потому что если вы в какой-то момент договорились бессознательно на чем-то, что вы выполняете, оно вам дает сигнал, и вы этому сигналу следуете, то его нужно следовать, даже если ваше сознание вдруг резко передумает. Нарушение договоренности с самим собой влечет до собой потери контакта, которые восстановить потом будет гораздо сложнее. Вот мы в какой-то период времени общаемся с другими людьми начинаем те же самые стратегии общения применять и к себе. Поэтому есть моменты, когда человек общается с другим и он отслеживает, где можно больше довериться, где можно меньше довериться, где можно поменять договоренности. Что касается бессознательного, с ним такие игры лучше не играть. Это должен рассматривать бессознательно есть смысл в формате максимально близкого вам человека, которому вы доверяете целиком и полностью, ибо в его руках ваша жизнь и смерть в прямом смысле этого слова. И тогда с такой парадигмой, с таким убеждением вы очень быстро достигнете глубокого того самого контакта и любые сигналы вы будете получать очень четко, правильно, адекватно и это делает вашу жизнь лучше. Ну, давайте сейчас мы запустим второй свой нашего повествования. Мы обещали в рекламе, мы обещали в нашем телевизионном эфире бескомпромиссно использовать МОП для того, чтобы встраивать людям программы через телевизор. Как любят обвинять телевизор в том, что он зомбирует людей. Мы сейчас где-то сделаем. Ну, давайте, по желанию, кто хочет зомбироваться, тот, пожалуйста, кто нет, мы не настаиваем. Обязательно поставьте стакан с водой. Да, Про это мы чуть позже расскажем, в том числе, но сейчас про фигналы пришло время. Давайте так, кто хочет сейчас попробовать на себе, как это выглядит встраивание часов, например, в голову. Мы прямо сейчас в эфире это будем делать. Это одна из техник, один из элементов того самого и чип достаточно несложный, мы регулярно его демонстрируем. Закройте глаза, представьте, что где-то там внутри у вас есть планшет. Планшет, может быть, сотовый телефон, выберите любимую вашу амемарку, то есть какой-то такой аппарат, с помощью которого вы будете управлять потом, управлять их вот эта информация, ну и безглубив своего подсознания. Пока что его просто поймите, где он у вас находится, где у вас всегда лежит этот ваш телефон. И когда вы его осознали внутри себя, телефон, планшет, прибор, вы его как бы достанете перед собой мысленно, перед мысленным взором, достаньте его и включите. Включите, увидите, пожалуйста, что там сейчас на нем ничего нет. То есть просто черное поле или белое поле никакого на нем пока что еще программного освещения особо не установлено. Только в углу есть часы. Ну, в каком-то углу правый верх и, наверное, там, левый, ниже. Как угодно. Где-то в каком-то углу есть часы. И вот сейчас сейчас на этих часах вы поставьте циферки на часах 20 часов 34 минуты. 20 часов 34 минуты. запустите. Пусть на этих часах моргает это самое твоеточие между ними. Это моргает. раз, раз. И все, не пожалуйста. И уберите обратно планшет туда, где он у вас находится, планшет, телефон, для что у вас. Убирайте и пока оставьте его по поле. Вот. Продолжаем. роман. Можно ли подсознательно выделить как часть личности и договариваться с ним? Роман, нет. Когда мы выделяем часть личности, начинаем, например, техниками шестишагового рефрейминга, с ним работать, это мы его уже как раз таки вытаскиваем на осознанность, ну и, собственно говоря, как ездить бессознательно, вытаскиваем, но и работаем. Это не то. То есть там скорее бессознательно это все вне нашего осознавания. То есть там вопросы немножко по-другому решаются и вопросы доверия, и вопросы общения. То есть примерно вот как сейчас в примере с этим самым планшетом внутренним, где-то там, вот это самое где-то там это все наше бессознательное внутреннее. То есть целиком с ним можно отправлять запросы, отправлять какие-то слова, можно с ним как-то разговаривать. Оно либо одностороннее, ну либо как-то нужно в том числе договориться о четких сигналах в обратную сторону, ну и себе в том числе. То есть вот тот самый, например, телефон, да, планшет, с которым мы сейчас вот работаем, это является уже способом, которым мы объясняем подсознанию, как нужно взаимодействовать с нами. То есть вот давай ты будешь мне здесь показывать все, что ты хочешь мне показать по этой теме. Наша бессознательная гораздо шире, объемнее, чем понятие частей бессознательного, да, наших внутренних частей. По аналогии, да, дал невыразимо, если оно выражено, это уже не дал, да, наше бессознательное, оно неосознаваемо, мы не можем это, мы не можем его осознать, если оно осознано, значит, это уже не бессознательное. Вот, наверное, здесь подход с точки зрения частей и установление доверия с частями это тоже хорошая работа. И это тоже способствует установлению вот того самого глубокого контакта. Вы просто будете заходить вот так вот точечно, да, с одной частью, с другой частью, вырабатывая ту самую хорошую рабочую стратегию взаимодействия с самим собой. Поэтому, как элемент, как навык договариваться с собой, работать частями можно. Давайте мы сейчас поговорим вот о чем. Мы немножечко обсудим, как-то умозрительно создадим некоторый там App Store, или как у Google называется, я забыл. Какие могут быть, например, приложения вот там, вот в этом самом нашем внутреннем телефоне. То есть, мы сейчас экспериментируем с часами. Мы продолжим еще с ними, все нормально. То есть, в чем идея часов, например, заключается? Может ли какая-то часть нашего мозга считать секунды и складывать их в минуты, а минуты в часы? Эта работа, я думаю, не сложнее, чем управлять дыханием, сердцебиением. Да, может, не проблема. Соответственно, можем мы эти самые часы запустить? Да, можем. Остается только договориться с мозгом, чтобы он это делал. Дальше. Можем ли мы запоминать картинки, запоминать хорошо визуальные картинки? Можем? Ну, да, наверное, можем. В конце концов, есть же люди, у которых фотографическая память. Можем мы объяснить мозгу идею фотографирования на айфон. На тот же самый айфон, который у нас сейчас в голове, о котором пока только часы. Можем объяснить? Я думаю, можем, и более того, мы это делали. Дальше глаза. Ну, все же знают, да, у нас же два глаза, да, это ни для кого, не являясь сюрпризом. Они двигаются, они фокусируются, они там вот, вот так вот, хрусталики, не знаю, яблоки, крутятся. Так вот, если мы сконцентрируем взгляд на какой-то точке впереди нас, можем мы узнать расстояние до нее? Ну, два глаза, угол наклона, простейшая математика, тригонометрия, семью, трипочек, все, можем вычислить? Это, без всякого сомнения. Это значит, что мы дальномер можем себе в голове организовать? Я не знаю, он полезен кому-то или нет, но сам факт, что может быть. Математик рассказывает о простейшей тригонометрии. Ну, формул взять можно, да. Можно покушать интернет-фору, я ее не помню, честно, уже это школьный математик. Вот. Можем? Да, можем. Потом, можем мы компас в голову встроить? Ну, да, наверное, можем. Вопрос только в том, а мы магнитное поле Земли чем-нибудь чувствуем или нет? Ну, то есть мы, понятно, не на уровне сознания, на уровне, там, на глубинных уровнях. В конце концов, мы с птицами и дальние родственники, им там поэволюционные штуки. Птицы стопудово это чувствуют. Возможно, у нас какие-то рудиментарные остались эти штуки. А даже если не остались. Вестибулярный аппарат плюс контроль насколько мы поворачиваемся. Один раз, например, синхронизировался с востоком, да, или с западом, или с севером, или с югом. И после этого ты просто поворачиваешься, мозг где-то там учитывает, насколько ты повернулся и крутит стрелку компаса. Реально это? Да, для подсознания, которое и день и ночь дышит, управляет сердцем и всем на стороне, да, и думает, да, вполне себе реальны. Альтиметр, ну, датчик высоты, который работает через давление атмосферное. Чувствуем ли мы атмосферное давление? Я думаю, чувствуем, потому что мы когда вдыхаем воду, там, давление воздуха на барабанные перепонки. Есть это все? Да. Сознательно мы это чувствуем? Нет, конечно, никому это не надо. Это вот те самые сигналы, которые отфильтровываются. Но они есть. Давайте сейчас чуть-чуть прервемся снова на наше встраивание сигналов точного времени. Те, кто это делал, снова, пожалуйста, закройте глаза. Ну, сейчас уже быстрее это будем делать. Достаньте этот самый свой внутри девайс, гаджет, посмотрите, сколько сейчас там времени. Можете в чате написать, у кого сколько. Главное, сейчас просто посмотрите именно на на вот этом вот телефоне или планшете. Синтересует то, что находится именно там. не будем себя обманывать, будем честны. Вот, я скажу, должно быть там 20 часов 41 минута. Вот, посмотрите, у кого больше подкрутить, у кого меньше подкрутить, у кого ровно порадуйтесь. И оставьте пока это снова туда уберите свой этот самый телефон, туда, где он у вас обычно лежит и выращиваете сюда к нам. Что еще может быть? Дальнозоркость специальная, ну, то есть там, чтобы мы издалека могли смотреть маленькие буквы. Можем? Ну, я думаю, что можем. вопрос, конечно, там есть некоторые ограничения, ну, по крайней мере, в некоторых рамках. Вот. Одно из самых интересных, то самое, что упомянули, да, уже, упомянули о том, о том, что организм управляет очень-очень многими вещами у нас в голове. В голове и в организме. Знаете, в какой-то момент времени мне задавали вопросы, а покажи, чем тебе за наупи? Ты же там это занимаешься, покажи, что это за наупи. В какое-то время, знаете, я думал, там, сейчас вот я людям объясню, что-нибудь там как-то вот, что-нибудь хорошее, доброе, вечное я им сделаю, но как-то нет, люди такие, ну, чё-то, не, ладно, потом, ладно, я думаю, что-то хотел объяснить, честно. Нет, я понял, не буду больше. И в какой-то момент времени я принял решение, в ответ на вопросы покажи, что-нибудь из наупи, я просто показываю эту технику на якорях, на курсе лопе-практики делаем регулярно. Ну, обычно, конечно, как они называются, на интенсивах обычно, там, где людям не нужно после тренинга уезжать домой, вот, но мы это делаем регулярно, то есть мы там якорями объясняем организму нашему, что типа сейчас можно увеличить количество алкоголя, увеличить тот самый, ну, состояние. Ну, там же в том числе и другие тоже работают, там и с лекарственными препаратами вот это тоже работает. Соответственно, и те же самые, там, и адреналин, и всё остальное прочее. У нас был случай здесь, здесь в Ростове, с одной из наших учениц. У неё давление, давление как-то у неё очень сильно скакало. Молодая девушка, тем не менее, она так руководбасила это самое давление. Первое, что мы, первое, что мы сделали, это вот в те самые, в те самые внутренние приборы ей встроили тонометр. То есть встроили, объяснили, как она с ним поработала, то есть дома там мерила. То есть там же самая главная идея, мы объясняем вот не словами объясняем, мы объясняем нашему подсознанию, что вот ты сейчас показывай нам вот эту циферку, а в этом состоянии вот эту циферку, а в этом вот эту. И там, как бы, прибор калибруется, прибор настраивается, и всё. Сначала мы ей встроили тонометр, а потом этот тонометр дополнили прибором, который, собственно, удерживает давление, ну, то есть его управляет, уменьшает, усиливает в определенном, в определенной, в определенной зоне. Мы настроили ей там идеальное давление, которое вот там в правильных, нужных границах, запустили эти приборы, обратно, через два года, по-моему, она нам, оно и сразу заработало, но через два года нам сказала, что с тех пор два года по давлению вообще всё прекрасно. Да, эти вещи, они очень прикольные, они работают очень быстро. Фактически вы получаете в управлении массу инструментов, которые по-качественному улучшают вашу жизнь. Вы становитесь супергероем, нужно определить, сколько времени, информацию внутри достаете. Просколько времени. Маленькая пауза. Да. Я видел, люди в чат писали разное время, да, у кого-то спешат, у кого-то сильно спешат, и это правильно, это нормально. То есть нам как раз нужно их настраивать. Поэтому, те, кто занимается сейчас часами, снова, пожалуйста, закройте глаза, обратитесь во внутренний мир, достаньте этот самый свой телефон, гаджет, посмотрите сейчас, сколько там времени на нём. Опять же, можете написать там в чат, можете не писать, это как хотите, но должно быть там 20 часов в 46 минут. И опять-таки, опять-таки поправьте, опять-таки поправьте, если кому-то надо поправлять. Ну и убирайте, убирайте в сторонку. Так вот, идея вот этого самого ДИЧИ, приборов, его заключается в том, чтобы мы, вот давайте мы прямо сейчас это делаем, прямо сейчас создаём часы. И обратите внимание, как мы это делаем. мы не знаем, что внутри нас будет ответственным за вот, вот, Роман, Роман Купер. Мы не знаем, кто будет ответственным внутри за то, чтобы считать нам правильное время. Но мы объясняем, объясняем человеку там внутри нас, да, объясняем нашему подсознанию, слушай, пожалуйста, делай вот это и показывай нам вот здесь и вот так. И мы настраиваем. То есть, если часы поначалу спешат, мы корректируем, это значит, что-то часть нашего мозга, который будет это делать, она скорректируется и, ну, станет отсчитывать секунды помедленнее. Если оно, например, наоборот, тормозит, да, то побыстрее будет. То же самое с тонометром, то же самое там со всеми остальными вещами. Мы настраиваем мозг, причём, используя, вот там используются стратегии, стратегии системы, системы чёрный ящик. То есть, мы не знаем, как это работает. Мы говорим, типа, давай в таких ситуациях ты рисуешь нам вот это, таких вот это, в таких вот это, в таких вот это. Какое-то время идёт настройка вот этого всего, и мы получаем, и мы получаем в голове идеальные часы. Получаем этономику, получаем много всего. Люди покупают фитнес-браслеты, ну, на которых там шагомер, да, или что-то ещё. на каком принципе работает фитнес-браслет. Ну, он там считает там чего-то. Ну, господи, ну, сами считайте, стройте в голову фитнес-браслет, который будет там, ну, в том числе, например, управлять чувством голода. Если вы сегодня мало пошагали, то как бы вам кушать поменьше, да. Кушайте водичку, что называется. Вот. Если пошагали нормально, то вам там прям вот мозг разрешает сочный, вкусный идут. Да, действительно, мы пользуемся своим сознанием, тем более своим бессознательным, что называется, на уровне там, заводских настроек, да, что было воспринято в семье, какие навыки мы там взяли от своих родителей, ну, тем и пользуемся. Люди, которые живут там в тайминге, да, семьи, у них дети более дисциплинированы, они как бы чувствуют время, они прям могут определить с какой-то там больше или меньше точностью. Ну, девайс условно настроен, но неосознан, да, вот. Такое тоже может быть, но все равно это уровень заводских настроек. Если мы говорим о совершенстве, да, о том, что человек может стать круче, может быть интереснее, может быть лучше, может владеть теми самыми, ну, такими магическими какими-то штуками, это разработка вот Бендлера, Design Human Engineering, да, встраивание приборов, но понятно, что вопрос не встраивания приборов, это метафора, это развитие дополнительных своих человеческих навыков, да, стратегий, которые позволяют быть эффективной. Хороший вопрос. Работа через петлю обратной связи, а работает ли это с аллергией? Василий, да, это работа через петлю обратной связи, да, мы через нее настраиваем. с аллергией там один из элементов, он вот так же делается, ну, все остальное там еще куча, то есть по аллергии на самом деле отдельная тема, нужно писать, наверное, отдельный эффект по поводу аллергии, но в целом там кусочек из этого, конечно, есть. вот, ну, давайте, уже, наверное, дальше я не буду про часы делать, вы уже понимаете сами, как их корректировать, я расскажу несколько веселых историй завершения вот этого всего. Однажды, я уж честно не помню, где это было, но одна из участниц наших тренингов победила топографический кретинизм с помощью техники ДИЧИ, то есть там именно встраивание в голову фактически навигатора, то есть компас плюс визуально помнить карту, ну и плюс шагомер, то есть вот такой вот. Оно не получилось у него, прям такой же навигатор, как Яндекс. навигатор, конечно, но она как бы несколько вот этих элементов сделала, оно может быть до конца и не собралось, но этого хватило, чтобы в мозгу собралась стратегия вот этого пространственного ориентирования. И она потом говорила, что да, все как бы перестало путаться, перестало вот гудить, теряться и все остальное. Серьезно-серьезно продвинулось вот это вот. Забавную, забавную недавнюю штуку я у себя отследил. Часы-то я давно обстроил, время я чувствую очень хорошо, более того, на часы, когда поглядываю, я понимаю, что я синхронизирую время, я даже мысленно не отдаю себе отчет, сколько на этих часах. Вот, я недавно себе, в общем, я заметил давно, заметил за собой, что я просыпаюсь, очень-очень легко, хорошо просыпаюсь, причем зачастую просыпаюсь без будильника, но понятно, что я просыпаюсь по внутреннему будильнику, когда я вечером завожу на телефоне будильник, я его завожу на всякий случай, это я себя в голове, я говорю, что мне нужно всем проснуться, например, я всем просыпаюсь. Так вот, я недавно поставил на телефоне на будильник песню, то есть до этого просто был какой-то звук, а тут я поставил песню, хорошую песню, которая мне нравится. Мне просыпаться под меня нравится, но я заметил, что когда, когда, например, я, ну, когда мне внезапно утром никуда не надо просыпаться, мне во сне эта песня играет в нужное время. То есть у меня внутренний будильник, и я эту песню интегрировал туда, по тем самым часам. Я просто сплю, и мне во сне начинает играть песня в будильниках. Я просыпаюсь и думаю, а почему в будильниках играть, мне же не надо. Смотрю на часы, ну да, действительно, не надо, сплю дальше. Нормально. Ты забыл снять галочку, там, где суббота, там, там надо галочку, видимо, каждоденненькая. Вот. Вот такие, такие забавные штуки. Да, как только вы поймете сам принцип, каким образом это работает, и как только вы достигнете определенного уровня дилерия к своему бессознательному, поверьте, встраивание вот таких вот стратегий будет проходить достаточно быстро и легко. Даже не обязательно нужно будет уделять этому какую-то время специально. Вы в процессе можете поймать мысль, было бы круто, если бы я, там, на глаз, там, ну, как-то вот, там, по ощущениям, да, там, просто изнутри знаю, сколько мне чего куда положить, насыпать, да, там, как-то вот так вот, да, или какие-то еще интересные штуки. И вы внутренне проигрываете стратегию, в процессе закладывая точки отсчета, да, вот те самые важные моменты, фильтры, свое бессознательное. И оно запускает стратегию автоматически. И вы, казалось бы, не сели, не поработали, там, в транс не входили. Но вы замечаете, что хова, оно само уже начинает получаться раз, другой, и стратегия закрутилась. Поэтому, тренируя навык общения с бессознательным, общаясь со своими частями, для начала это вообще прекрасно, чтобы стратегия заработала. Встраивая, там, два-три каких-то девайсов, вы просто научаетесь очень быстро давать задачу своему бессознательному, но оно начинает автоматически это включать. И при этом надо понимать, что в данном случае NLP тоже является не единственным способом, и заслугой NLP здесь является моделирование, заслугой NLP здесь является четкость. То есть мы точно знаем, как сделать часы в голове, мы точно знаем, как сильно усилить то самое доверие бессознательно, как прям вот хорошо состояние потока включить больше, лучше, быстрее. Это заслугу NLP. До этого, до NLP, идеи встраивания себе всяких разных существ, помощников, например, присутствовала давным-давно на Тибете. Идеи доставания информации из подсознания, чтобы она, ну скажем, дополнительным слоем нам показывалась, ну относительно внешнего мира, прорабатывалась до NLP в России в 60-х годах. Был такой замечательный человек из эзотерической тусовки тех времен российских. Ну, я думаю, что и до них это тоже работало. То, о чем Юлия говорила тоже в начале, всевозможные разные мистические школы, которые обучали людей там, то то же самое, аура объединения, например. Давайте это тоже в завершении, если вопрос есть, вы их пишите. Вот. А такую немножечко штучку интересную расскажем. Ну, то есть на тему тоже, на тему общения с подсознанием, да, на тему там вот этого, собственно, канала, канала информации. Если человек никогда не читал никакие сонники и захочет толковать сны, которые ему приходят в голову, какое-то время будет получаться мура. До тех пор, пока человек не почитает как следует книжечку толкованиями. И его мозг не настроится, собственно говоря, на вот эти вот самые правильные толкования. И тогда мозг ему начнет показывать понятные символы. Примерно то же самое с... Ну, давайте, не будем говорить, да, что только это. То есть, может быть, действительно есть аура, чертила на. То есть, ну, по крайней мере, можем ли мы получать какую-то информацию о людях в виде цветных склохов вокруг них. Такой мистический эзотерический профайлинг, да. Наше подсознание считало, считало относительно человека метапрограммный профиль, базовые эмоции, да, архетипические сценарии, там, все остальное. И нарисовало нам красненькую ауру вокруг человека. Ну, а мы как бы вот это все, если от нас скрыто, то есть весь этот вот внутренний профайлинг от нас скрыт, то мы увидим ауру и понимаем человека. То есть, может такое быть? Да, конечно. У нас один из наших участников вот таких вот тренингов по вот этим вот магическим, магическим технологиям, он натурально встраивал себе в голову досье. То есть, там, досье с элементами профайлинга, когда у него люди, прям вот, была там фотография и несколько базовых от человека критерий собранной информации. Прям было досье. Он встречался с людьми, типа я и там всплывал досье, что он уже с ним делает. Можно так, конечно, можно. Мы фактически формируем стратегии новые, которых не было у нас. Часть из них так изрядно выходит за рамки. Ну, вот, как раз те самые, наверное, управления нашим внутренним миром, да. То же самое, там, и алкоголь, да, те же самые лекарственные препараты. Да, это так, прям, вот, действительно, какое-то полгустер, наверное. Часть из них являются просто очень сложными стратегиями, которые мы можем легко и просто в голову устраивать. Ну, как те же самые, там, шагомеры, да. Во времена Ричарда Бентлера не было фитнес-прослета. Так бы он, наверное, на самом тренинге встраивал, скорее всего, фитнес-прослеты. Мы, кстати, тоже должны это делать, я чувствую. И будем. Потому что часы как-то уже не так актуальны во фитнес-прослете. Прям рулит, наверное. Да. Тогда нас ещё будут не любить производители фитнес-прослета. То есть сейчас, дело прав, не любят только производители фитнес-прослета. Ну, я думаю, что мы с ними как-то договорились. Договорились, да. Ну что, наверное, мы всё сказали, что хотели на сегодня. Наверное, все вопросы, которые были, мы ответили. Если они у вас будут ещё появляться, пожалуйста, пишите вопросы, комментарии под видео. Мы обязательно всё читаем, будем реагировать, будем писать дополнительную какую-то информацию. Ещё у нас будут эфиры. Поэтому будем рады вашим интересам, да. Что вас привлечёт, что заинтересует, на какую тему поговорим. Да. Последний вопрос, да. Василий. Неясен конфликт об управлении нейрохимией мозга. В данном книжке говорят, что практически врождённые изменить никак нельзя. Вот. Давайте. Тут конфликта никакого нет. Тут есть, вот есть то, что вы научили, называется пресуппозицией. Там можно ли включать изменения, можно ли создавать изменения, можно ли учиться тому, что никто не умеет. Или можно ли учиться тому, что кто-то один умеет. То есть мы не считаем это конфликтом, мы не видим в этом конфликт. Мы видим в этом разрешение себе попробовать. То есть мы разрешение попробовать честно. Если я хотя бы допускаю, что я могу управлять биохимией какой-то, то я это хотя бы могу честно проверить. Если не получилось, окей. Ну, не получилось. Если я получу убедительные свидетельства изнутри, что это невозможно, ну хорошо, да, откажусь. Но чтобы вот этого конфликта не было, мы говорим не о том, что совершенно точно можно. Говорим не о том, что с гарантией любой это сделает. Мы говорим о том, что это вполне себе реально. Да, скорость возможностей изменения зависит от карты. Если у нас в карте написано, что нельзя это менять, да, тогда изменение невозможно. Если мы в карте напишем, что можно хотя бы честно попробовать, мы честно попробуем. Если оно внезапно сработает, мы с офигевшими глазами скажем, опа, а что так можно было с самого начала? Да. И тут важна экология, да, ваша личная экология, потому что когда мы замахиваемся на такие вещи, как угроза жизни нашей, да, угроза нашему телу, биологии, естественно, защиты могут быть очень сильными, и они включатся и подтвердят вот это убеждение, что невозможно то, что написано в книге. Поэтому гармония, вот тот самый рапорт, доверие с бессознательным перед вот такими экспериментами, они должны быть очень глубокими. Собственно говоря, именно поэтому мы вот эти две технологии, новый код NLP и DHE, мы именно поэтому их объединили в единый тренинг «Магия NLP». мы их так собрали в кучу, так собрали в один тренинг, так собрали в структуру, чтобы, там, с одной стороны, новый год помогал увеличить вот эти самые моменты внутреннего доверия, DHE помогал создать там новые стратегии, интегрировать, то есть они друг дружку поддерживают, и вот этот вот самый элемент, элемент как раз таки важности внутренней экологии, важности доверия к себе и возможности создания там совершенно безумных экспериментов с собой в том числе, они друг дружку гармонично дополняют. И этого вопроса нет, потому что есть доверие, есть эксперименты. Эксперименты безопасны в данном случае. Когда Бендер и Гриндер создали NLP, когда они его описали, когда они его начали развивать, а потом их дороги разошлись, по большому счету, не столько их дороги разошлись, каждый из них начал досоздавать NLP, давая еще больше вариантов, еще больше возможностей и стратегий работы с нашей собственной психикой, находя подходы к нашему бессознательному, расширяя эту самую работу. Поэтому, наверное, расход, их расхождение, их разные интересы были благом и здорово, но тем не менее мы рассматриваем это действительно как некое единое видение, некую цельность, которая с одной стороны дает ресурсы, и с другой стороны дает ресурсы, балансируя друг друга и взаимодополняя. Ну что ж, ну теперь, наверное, действительно все. Спасибо, спасибо всем, кто был с нами, кто задавал вопросы, кто слушал, кто встраивал себе сигналы точного времени. Людей, везде воспевающих вовремя, будет теперь больше. Да, мы ждем вас на следующих наших эфирах вовремя, да. Пишите нам, пишите даже под этим видео, пишите вопросы на следующие эфиры, пишите ваши пожелания на следующие эфиры. Мы регулярно каждую неделю будем писать очередной эфир. Эфиры всегда прямые, всегда готовьте вопросы, мы с радостью отвечаем на вопросы. Это нам гораздо, гораздо, наверное, интереснее и полезнее и нам, и всем. Да, это действительно так. Да, чтобы действительно было с вопросами. Ваши вопросы помогают углубить тему и затронуть такие моменты, которые открывают какие-то фишечки, какие-то нюансы, делают ее такой полноценной, глубокой. Поэтому мы всегда рады. Спасибо всем. Всем до свидания. Спасибо. До новых встреч в прямом эфире НЛП ТВ. Пока. Всем до свидания.